всем привет в этом видео расскажу вам что такое avid media composer где можно скачать платно-бесплатную версию и как правильно установить чтобы она не вылетала и работала без багов вы можете перейти по таймингу в описании к видео на конкретную секунду видео там будут следующие переходы первое я расскажу что такое avid media composer и для чего он не понадобился второе где скачать и что будет ждать вас по ссылке и как ее найти третье как правильно установить avid media composer чтобы он не вылетал и не баговался четвертое в сжатой форме расскажу суть этого видео там будет только смысл где скачать и как установить буквально в трех словах но так чтобы было понятно если у вас мало времени то это как раз то что вам нужно но я рекомендую вам посмотреть это видео целиком от начала до конца так как это видео про avid media composer и если вы включили это видео то вас заинтересовала эта программа и так первое что такое avid media composer это программа промышленного стандарта для нелинейного монтажа видео то есть это не какая-то там легкая монтажка на каждый день так сказать а это серьезная программа для профессиональных задач у меня нет такого большого опыта в этой программе как хотелось бы но уже сейчас я с уверенностью могу сказать что работа в avid media composer заставляет делать правильно те вещи которые ранее вы делали либо не совсем правильно либо как придется и это одна из причин использовать именно эту программу для видеомонтажа если вы введете в поиск название этой программы то вы узнаете что эта программа для монтажа полнометражных и короткометражных фильмов а также телепередач это значит что если вы смотрите какой-то фильм или тв то с большей вероятностью это смонтировано в avid media composer avid это фирма которая выпускает множество продуктов одним из которых является media composer в каком-то видео я уже мельком рассказывал про avid но тогда я был более уверен что avid буду использовать только однократно или для теста сейчас же я вернулся к media composer потому что это действительно подходит для моих задач на сегодняшний день я сделал примерно 5 или 7 коротких 3d фильмов я бы назвал их тестовыми или пилотными выпусками но эта тема с 3d фильмами или 3d мультиками единственное что меня интересует на данный момент и чем мне нравится заниматься из этого следует что видео на этом канале в основном будут выходить всего по трем программам maya and real engine avid media composer эти видео костяна или напрямую будут связаны с созданием 3d мультиков я не делаю детский контент мультики про собачку или про шарики разноцветные мне больше интересны 3d мультики со взрослым смыслом но не эротического содержания так вот я думаю вы понимаете почему я выбрал avid media composer эта программа для монтажа фильмов и сами собирался делать 3d фильмы как бы все логично но это не единственный повод использовать media composer как известно unreal engine рендерит либо в секвенции кадров либо в avi формате моей основной видео монтажной программой долгое время являлся premiere pro но как известно он не особо дружит с avi форматом да можно переключиться на английский интерфейс если у вас на русском и это как-то поможет но если потом рендерить в энкодере то энкодер не понимает avi как вариант конечно же можно выводить рендер с unreal engine секвенцию кадров но мне обязательно нужно просматривать рендер после того как он готов потому что в ue 4 зачастую бывает что например травка лагонет или тень некорректная или что-то еще в общем если уровень огромный то я ошибок при рендере может быть немало сцены рендерится в ue 4 по порядку сделал одну рендону затем создаешь вторую и рендеришь ее зачастую это один и тот же уровень эти отрезки видео бывают по 30 секунд и короче а бывает и по три минуты а то и более потому что порой удобно рендерить если уж не весь фильм сразу то как можно большую его часть это нужно для того чтобы меньше возиться в видеомонтажки благо рендер в unreal engine real time и можно быстро рендернуть заново сцену длиною в 5 а то и 10 минут но если не проверить что отрендерилось то потом получится так что монтажной программе окажется что рендер не прошел корректно а сцена то в unreal engine уже сто раз изменилась и сохранять каждую отдельно это не то что нереально а просто тупо поэтому вернуться и отрендерить сцену заново которая получилась с ошибками не получится и придется делать ее с нуля а затем рендерить именно поэтому мне необходимо после того как сцена отрендерена в unreal engine надо обязательно раза три а то и пять посмотреть этот видео исходник если выводить секвенции кадров то ее приходится сразу грузить в видеомонтажку и оценивать там качество рендера но это неудобно потому что в этот момент открыт у е4 с уровнем и держать монтажку открытый нецелесообразно это может повлиять на сам рендер в unreal engine из-за нехватки системных требований может появиться еще больше багов при рендере в общем разумеется при рендере в unreal engine требуется как можно больше мощности компьютера поэтому все остальное надо закрывать да возможно есть проигрыватель который просматривает секвенцию кадров как простое видео но если честно мне такое еще не попадалось именно поэтому для меня единственным способом остается выводить рендер с у е4 в видеоформат ави для того чтобы сразу включить его и оценить качество пока что на данный момент в unreal engine нельзя вывести рендер в mp4 или какой-то другой видеоформат но premiere pro не очень дружит с ави форматом и энкодер вообще не читает его поэтому я решил использовать а вид медиа композер это не единственный повод и это решение появилось от множества таких же вроде незначительных поводов именно из-за множества таких мелких поводов в итоге получается гигантская экономия сил нервов и времени теперь вы знаете что unreal engine плюс а вид media composer это идеальный выбор для тех кто делает 3d фильмы в unreal engine и дело не в том что media composer читает любые видео аудио форматы а в том что там действительно можно делать качественный и быстрый монтаж видео в avid media composer вы в полной мере можете почувствовать себя настоящим профессионалом видео монтажного дела второе как и где скачать рабочую стабильную версию avid media composer на тот ресурс которого я скачал программу давать вам эту ссылку нет смысла так как по этой ссылке вы не сможете перейти ведь она открывается только в тор браузере но не все используют тор браузер vpn или прочие способы скрыть себя в сети для того чтобы получить доступ к тем ресурсам которые заблокированы в вашей стране поэтому я дам вам ссылку на облако mail и оттуда вы скачаете рабочую версию avid media composer 8.4.2 помимо самой программы там будут чуть ли не единственные годные уроки на русском языке эту ссылку я не могу кинуть в описании к этому видео так как youtube жестко следить за авторскими правами и прочими нарушениями поэтому я оставлю в комментарии под этим видео этот комментарий будет с левого аккаунта youtube и он будет закреплен это значит он будет всегда сверху и у этого комментария будет отличаться аватарка от аватарки этого канала если вы думаете что avid media composer 8.4.2 устаревшие или не актуальная версия то вы заблуждаетесь многие студии по сей день используют куда более старую версию этой программы и не собираются менять ближайшие года так что версия 8.4.2 будет еще очень 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 долго актуально 3.3 как правильно установить да многие сейчас скажут что я сам не смогу установить чего там такого сложного а вот есть там такое что и я в свое время не смог установить avid media composer и лазил по форумам искал чего да как делать хотя есть уже в этом опыт и устанавливал сотни если не тысячи программулик на любой вкус теперь внимательнее расскажу суть установки чтобы ничего у вас не вылетало и не боговалось в avid media composer первое самое главное когда скачиваете avid media composer сам архив рар обязательно положите в корень диска например если у вас жесткий разделен на два тома c и d то распакуйте архив в корень диска d ну а если у вас твердонакопительный диск ssd то наверняка вы используете его в паре с hdd дисками тогда положите папку с avid media composer на hdd диск при распаковке архива у вас есть два варианта распаковать в папку или указать куда распаковать во втором случае зачастую получается так что папка avid media composer вложена во вторую папку avid media composer и в ней уже сам инсталлер программы такого не должно быть нужно чтобы папка avid media composer находилась в корне диска и открыв ее там лежал сам инсталлер в общем никаких вложенных папок не должно быть если начать установку не с корня диска а с другого места то у вас будет то и дело вылетать ошибка в которой будет сказано пропустить повторить игнорировать все это связано с тем что путь до инсталлера файл с расширением .exe превышает 256 символов и при установке компонентов программы вылезают ошибки как известно windows поддерживать путь длиною до 256 символов и если этот предел превышен то появляются ошибки это значит что например одна папка с именем avid занимает четыре символа примеру эта папка лежит в папке download это восемь символов и того путь содержит 12 символов плюс слэш и которые разделяют название папок в пути проводника windows в общем первое путь до инсталлера должен быть как можно короче и корень диска это идеальное место второе путь до инсталлера не должен содержать пробелов и быть только на латинице это значит состоять только из английских букв запускать инсталлер avid media composer из какой-то другой папки до которой непонятный длинный путь да еще и с русскими символами смысла нет после установки надо произвести лечение но я не буду это показывать там простая установка как будто бы вы устанавливаете программу в общем когда avid media composer установлен и вроде бы все можно приступать пользоваться и радоваться а нет не все так просто еще что вы должны сделать чтобы avid media composer не вылетал это правильно создавать свои проект как вы наверное догадались проекты тоже рекомендую создавать в корне диска создайте папку назовите ее на латинице и чтобы в названии не было пробелов и русских символов я делал проект в другом месте но тогда наблюдались вылеты и сам проект не мог запуститься после того как создал папку в корне диска проект загружался без сбоев и багов и последнее что надо сделать включите фоновые службы avid media composer они находятся в трее у меня не выключены после каждой перезагрузки системы это последнее что нужно сделать для стабильной работы avid media composer 4 краткое содержание всего сказанного переходите по ссылке из комментария к этому видео если комментария нет то напишите мне вк ссылка на вк в описании к видео скачайте программу затем распакуйте и обязательно в корень диска например d и проследите чтобы не было вложенных папок например папка avid media composer а в ней еще папка avid media composer и в ней уже сам инсталлер такого не должно быть затем запустите инсталлер и установите программу далее чтобы avid media composer не вылетал включите фоновые службы avid в трее важно чтобы проекты создавались в папке с именем без русских символов и пробелов только на английском языке в идеале папку с проектами лучше наложить корень диска назовите ее например media composer project если windows накроется или сломается то проекта останутся на диске d и после переустановки windows вы сможете продолжить работу над своими проектами с того места где остановились просто переустановив avid media composer это видео было сделано для того чтобы пользователя avid media composer стало хоть немного больше и эта монтажка стала популярна среди тех кто любит делать качественный быстрый видеомонтаж да она не простая в освоении но если освоить ее то вы в полной мере сможете оценить всю мощь avid media composer к сожалению политика компании avid ориентирована только на профстудии и корпорации и в этом есть смысл потому что это видеомонтажка промышленного стандарта поэтому есть только триал либо урезанная версия этой программы если бы компания avid была более разумной например как epic games которая сделала свой игровой движок абсолютно бесплатным для всех пользователей без всяких триалов и прочей ерунды тем самым epic games увеличила свою аудиторию кратно что дало и еще большую известность и уважение со стороны пользователей анриал энджин но разумеется если вы делаете игру в анриал энджин которая приносит вам доход то поделиться этим доходом с epic games это более чем оправданно тем более что это символичный процент от прибыли если бы avid поступил таким же простым но эффективным образом то я думаю пользователи avid media composer стало бы в разы больше и они увеличились бы кратно каждый месяц каждый день каждый час в этом случае чтоб avid совсем не остался бы без штанов конечно же компании должны оплачивать использование продуктов от компании avid так как они делают деньги на этой программе в отличие от любителей которым просто нравится avid media composer в общем для физических лиц таких как я или наверняка вы нужен бесплатный avid без каких-либо ограничений так как такие любители и если и зарабатывают на монтаже видео то копейки а для компаний то есть юридических лиц avid должен быть платным потому что они зарабатывают на нем немалые суммы это логично справедливо и главное это продвинет avid media composer в своем сегменте рынка и сделает его просто супер популярным среди видео монтажных программ представьте бесплатная профмонтажная программа если avid сделает такой барский жест да все эти платные креатив клубы для адоб премьер про они просто уйдут в небытие как и в final cut и прочие конкуренты и все это просто из-за того что avid даст простым пользователям использовать avid media composer бесплатно без каких-либо ограничений но главное чтобы не было разницы между платной версии для юридических лиц и бесплатной для физических лиц то есть для нас то тогда бы никто не маялся ерундой не искал подобные видео как скачать avid media composer бесплатно и использовать как партизан его надеюсь что может быть когда-нибудь получится скачать более новую версию которая работала бы стабильно да это профмонтажная программа хоть она и рассчитана на серьезные проекты но если она так нравится вам то делайте там хоть 5-ти минутные видео хоть 30 если оно вам нравится почему нет ну что ж на этом все до новых встреч